Сам большой магазин по охоте, рыбалке и туризму. Шесть букв, вторая Р, последний И. Трофей. Трофей. Кстати, скидка в магазинах трофей по промокоду ЛИГА 15%. Также действует в интернет-магазине. Спешите. Мужики, случился тот день, когда я наконец-то решился приобрести себе мелкашку. Потому что очень сильно люблю охоту на лесу. Люблю на лесу с подхода с манком. Я уверен, что те из вас, которые смотрят и имеют мелкашку, могут мне посоветовать, что хорошо, что плохо. Я пока в этом не разбираюсь. Сегодня в магазине трофей у меня раз, два, три, четыре, пять вариантов, из которых я сегодня хочу выбрать для того, чтобы приобрести себе данный девайс. Вообще, мелкашки часто покупают? Да, конечно. То есть, ну вот если сравнить с нарезным и с мелкашкой, все-таки мелкашка это нарезной? Это нарезное оружие, несомненно. Соответственно, ученность, точенность куда лучше. Но у вас в каком процентном соотношении? 50 на 50 нарезное покупают и мелкашки? Или нарезное чуть больше, мелкашки чуть меньше? Ну, больших калибров, естественно, больше берут. Но опять же, все исходит из того, у кого какие возможности охоты имеются. Все-таки охотники подбирают больше под то, куда есть возможность и на кого поехать. То есть, по большому счету... То есть, правильно могу сказать, на сегодняшний день в России мелкашка пользуется популярностью? Да, конечно. Давай предварительно разделим наши мелкашки на три категории. Ну, которые есть по возможности. У нас, получается, по взводу это по самозарядной, да? Самозарядной. Это полуавтомат. Полуавтомат. МР-61. И Соболь с биатлоном. Соболь с биатлоном. Для каких задач, где проще, где лучше, или это просто комфорт? Каждый выбирает сам по себе. Я тебе объясню. Ну, например, всегда считается в нарезном, что болты более точные. Да, и несомненно. Вот, чем полуавтоматы. В этом случае, если мы, например, возьмем 61-й. Так же. Но, опять же, тут и сравнивать, если с крупными калибрами нарезными, там это более критично, потому что дистанции больше. По длине ствола, что ты мне скажешь? Ну, и, соответственно, чем длиннее ствол, тем она будет точнее. Ну, вот, плюс разные производители делают разную отборку. Да, и тот же Атаман заявлено, что в минуту укладывается стандартное, как бы, исполнение. Так, пострелять мы, к сожалению, не можем, но мы можем оценить по минимуму органолептику. Давай по порядку пойдем. Это у нас представлена Чезетка. Чезетка, Варминт. Угу. Для... По весу, ну, тяжелая. Тяжелая, тяжелая. Для ходовой охоты она будет... Возможность установить банку у нее есть. Сразу, фактически у всех, я гляжу, она присутствует. Да, да. И она болт. Болт. И, соответственно, без открытых прицельных приспособлений. Без открытых прицельных приспособлений. Сразу нужно будет брать под нее отборку. Цена на сегодняшний день у нее какая? 116 тысяч. 116 тысяч рублей и магазинчик. Такой миниатюрный, аккуратный, на 10, на 5? Это на 5. На 5 патронов. Маловато. Вообще для них есть дополнительные приклады для таких чуваков, как я? Потому что, если взять, вот, мне, наверное, сантиметров 5 не хватает. Затылок. Затылок надо будет вставить. Просто затылок. Ну, так, необычный, у нее здоровый, очень толстый ствол. По сравнению с всеми, наверное, у нее самый огромный ствол. Это варментовский ствол, который будет дольше держать кучность, не давать разогреваться. Честно, 116 тысяч и надеются на то, что она точнее всех остальных? Ну, это импорт. Окей. И импорт еще остался в магазине. Трофей 116 тысяч, вторая мелкашка, которую все хвалят, от нее фанатеют и говорят безумие. Это атаман, это, по сути дела, спортинг. А вес, фактически, тоже самое. Ну, может быть, и для охоты кто-то будет использовать. Угу. Ну, тут регулируется прикладик, уже подщечка регулируется, спорт исполнение, ствол потоньше, тоже у нас взвод. И? Магазинчик. Они чем-то вот похожи, в принципе? Очень, очень похожи. Цена? Примерно, как и у ЧЗ. Калибр у всех одинаковый. Да, 22 ЛР. 22 ЛР. А объясни мне еще, вот 22 ЛР и еще второй калибр, который считается магнумом. ВМР, это другой калибр, патрон больше, то есть диаметр пули тот же, но сам патрон раза в два больше. То есть сюда не заряжаются такие патроны? Нет, нет, это разные калибры. И есть именно 22 ЛР и есть 22 ВМР. У вас что-то есть из представленного ВМР? Есть, конечно. Ну, мы это в следующий раз посмотрим, решим. Так, с Атаманом понятно. Цена Атамана? Ну, порядка как у ЧЗ. Это 100 с небольшим. Какая-то фишка у ЧЗ или у Атамана есть отдельно? Ну, у Атамана заявляет изначально то, что с производства выходит минутный карабин. То есть, в принципе, вот покупая Атаман, можно быть уверенным, что если чего, можно предъявить как минимум за то, что у тебя не минутный карабин. Но с ЧЗ, я думаю, тоже есть такая уверенность. С ЧЗ, соответственно, то же самое. Но у ЧЗ короче ствол или одинаково, а не 600-ки? Стволы у них одинаковые. 600, насколько я понимаю. Да, по весу и та, и та довольно тяжелая. Так, и вот уже интересное пошло. Потому что я, конечно, понимаю, что если лиса у меня побежит, мне для конкретной цели лисы стрелять. Ну, и если бы раньше было разрешено, да, может быть бездомных собак, диких собак. Но сейчас, к сожалению, нельзя этого делать. Получается, что все-таки если промазал, есть возможность второй раз передернуть. Вроде это не сложно, не быстро, но здесь мы имеем в Соболе возможность... Биатлонку будет быстрее перезаряжать, естественно. Биатлонки. У нее вот такая вот необычная форма. Для меня, если честно, чудная. То есть это просто литой приклад. Здесь, в принципе, он тоже, но он здесь больше похож на стандартное ружье. То есть здесь выемка под палец. Ну так, кстати, она прикладистая. Прямо по сравнению с остальными, конечно, нужны настройки. Эту сразу берешь и как-то прямо ложе сделано интересно. Прикольная штука. И, значит, у нас... Но тут нужна привычка. Да, к биатлонке это привычка нужна. Тут не так, как ты пальцем. Ну да, кстати, интереснее быстрее гораздо стрелять. Вопрос только, что ты стрельнул, а дальше пальцем каким на себя дергать? Этим же? Да, этим же, конечно. Выстрел, 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 выстрел. Ну да, гораздо. Давай для примера. Вот на ЧЗ-те у них быстрый. Да, давай. Хороший притирочек. Выстрел, выстрел. Ну да, вот это движение вниз еще и дергаешь ствол немножко. Можешь потерять, даже если не с сошки стреляешь, угол прицеливания. Тем более, если будешь вечером стрелять, поставишь какой-нибудь на него ночник. Здесь, конечно, да, удобнее и быстрее. Но у нее, короче, ствол. Правильно? Она для ходовой охоты. Она для ходовой охоты. И у нее... Она в других исполнениях стволов есть. То есть он на 50 меньше. Это 500... 550. 550. Но, соответственно, и дальность стрельбы, точность стрельбы будет гораздо ниже. Ниже. Заявленные требования, характеристики есть от производителя? Нет. То есть там нельзя минутами пересчитать, это самому нужно стрелять. Это только самому стрелять. И, как у всех, нету изначально возможности сразу взять и стрелять. Необходима установка сразу оптики. Оптики. Так. Теперь крокодил. Его как в народе называют? Очень, очень странная. Странная бластерная винтовка. Я назову ее так. Это отечественный бластер. МР-161. Кстати, у многих знают, что есть. Многие хвалят. У него самый тонкий ствол, просто с мизинец, как под 410-й калибр, толщиной такой. И это уже автомат. У нее есть плюсов то, что есть вот прицель, да? Да, естественно. С огромным пеньком, чтобы просто вот на 100 метров взял и заградил машину просто. Закрыл, да, с мишей. Чтобы куда-то попадал. И уже у нее идет автоматический. Да, это полуавтомат за счет газотвода. Он под магазин сейчас без патронов, поэтому он встает на затворную задержку. Но он реально, даже магазин в формате таком выполнен. Очень интересный. Бластерным, да. Интересный. По удобству, если по органолептике взять, он легенький. Просто очень легкий. По сравнению чуть не в два раза со всеми остальными. Но это, наверное, благодаря пластику. Пластику, естественно. И, в принципе, я знаешь, что удивлен? Что Соболь, что крокодилом, будем называть его так, 61-й МР, у них очень похожи ложи. Ну, по какому-то внешнему дизайну. И благодаря вот этой надутой щечке, которая, кстати, тоже у нее тут регулируется, они гораздо вкладистей, чем Атаман, хотя здесь можно настроить, и гораздо вкладистей, чем ЧЗ. Атаман и ЧЗ все-таки предполагают больше работу с СОШ. Тут важна именно метрость. Блин, я знаешь, кого я себе напоминаю? Капитан Пауэра Сладатой Будущего был. Арахнидов они гасили. Да, да, да. Звездный десант. Звездный десант. Это реально пластер. Единственный минус нет резьбы под ДТК. А, да, нельзя ТТК-шку установить. ТТК-шку установить можно через переходник Цангу, но это уже будет сложнее. Окей. И классика. И классика. Классика жанра. Это просто весит меньше килограмма, наверное, она. Ну, около двух. Это ТОС 7804М. Блин. К сожалению, выпускает их сейчас немного. Для удобства при стрелке сразу. Сразу, да. Меняется на разные дистанции. А, он тут крутится. А, прикольно. Да. На разные дистанции. То есть 50 метров, ребят, тут такая приспособа специальная. Раз ее на себя покрутил, 25 метров, 100 метров. Максимально она на 100 рассчитана. 75. Ну, для этого калибра, да. В принципе. Слушай, она прямо малюсенькая, малюсенькая. Легкая легкая, легче пневматики, для каждовой охоты. Но сколько ей лет, вот именно, вот в этом исполнении? Ведь ничего уже не придумывали, наверное, лет 40. Ничего, не меняли, как вот выпускали, так их и выпускают. Слушай, какая-то игрушечка детская. Да. Вот просто детская игрушечка, клянусь. Вот так, если бы у нас охота была разрешена, там, со взрослыми, с 5 лет, сыну можно покупать. Да. Она легче любой пневматической винтовки. Легче. Намного легче. Блин, прикольная штука. Реально забавная. Ну, и приклад, конечно, не по мне, но вкладистый хороший. Очень приятный. Ну, он не предполагает. И тут, и тут я растерялся. И тут я растерялся. Помогите мне вот из существующего что-то выбрать, если у вас есть опыт. Либо посоветуйте что-то другое. Давай теперь по цене. ТОС у нас сколько? 41 тысяч. 41 тысяча рублей. Чезет. Бон тебе больше всего понравился. 116? 116. Атаман. Тоже порядка 100 тысяч. Соболь. 64 тысячи. 64 тысячи. И 37 тысяч. 37 тысяч рублей. Ну, честно, мне понравились по внутренним ощущениям. Ну, Чезет, ты все равно думаешь о марке и о качестве? В любом случае. Несомненно. Да. Мне понравился Соболь. Мне понравился, как это ни странно, когда он висит на витрине, ты думаешь, какой чудак это придумал. Но в руках подержишь и прямо удивительно. 61-я МР-ка. И это, конечно, классика. Супер. Я, конечно, хотел, чтобы мне сынишка пострелял тоже. Поэтому интересно. Сколько он? 41. 41 тысяча рублей. Слушайте. Цена телефона. Честно, по ощущениям вот сейчас, думаю, между либо Соболем, либо Тозом. А что бы выбрали вы? Ты бы что выбрал? А ты сейчас должен сказать, а у меня все эти есть. Я несомненно, Тоз. Тоже Тоз? Да. Блин. Это все-таки классика. Он легкий. На лыжах, на ходовую. Он не то, что легкий. Его просто можно в карман положить, по-моему. Да, по весу бутылка воды с километрами будет тяжелее. Но вот предохранитель щелкает, конечно, будь здоров. На охоте по лисе такое дело. Аккуратненький. По промо-коду Лига скидка 5%. Несомненно. Поэтому спешите в трофеи, кому нужна мелкашка. Здесь еще есть мелкашки? Есть. Но мы их не брали, потому что я хотел выбрать именно вот из этих вариантов, которые мне до этого понравились, и я их пощупал. Поэтому, если интересуют какие-то еще обзоры по оружию, то тут десятки, сотни, наверное, больше сотни представлен образцов разного вида. Иглокоствольного, и нарядного. Больше сотни. Больше сотни. Пишите обязательно, обзоры сделаем, запишем и расскажем. А так, я, наверное, возьму все-таки вот. Блин, ну это же просто невероятно. Промо-коду Лига. Оно еще и выгоднее. Это прекрасно. Или эту. Не знаю. Все-таки он вроде это, но, блин, после того, как ты берешь вот эту, это же просто игрушечная сказка какая-то. Да. Класс. Все, ребят, пока. Диман, тебе огромное спасибо. Будем на связи. Пожалуйста, на связи.